Сегодня врачи и мама Елдоса уже не опасаются за жизнь трехлетнего малыша. Но еще совсем недавно никто не мог сказать, будет ли жить ребенок. Трехлетний Елдос побал под машину еще в августе. Его сбил молодой водитель иномарки. Удар был такой силы, что ребенок отлетел на несколько метров. В первые часы после ДТП Елдос пережил клиническую смерть. Операцию по трепанации черепа и впал в кому. Целых полгода он боролся за жизнь. Наш ребенок поступил в августе 2011 года после автодорожной травмы. Поступил он в крайне тяжелом состоянии, нестабильном. При поступлении его сознание было кома, гемодинамика нестабильная. Была очаговая симптоматика и ребенка прооперировали. Сделали операцию трепанации черепа и был ребенок взят на искусственную вентиляцию легких. В октябре месяце по стабилизации состояния перевели с реанимацией в отделение нейрохирургии. В то время, когда перевели, он был в коме. Мама мальчика не может подобрать слов благодарности врачам. Она признается, за эти шесть месяцев сама едва не умерла. Самое страшное – знать, что ты можешь потерять ребенка. Я бесконечно благодарна всем специалистам этой клиники. И в первую очередь главному врачу Ануарбеку Абдебековичу Маймакову, заведующему отделением Тимуру Бегманову и всем врачам. Они подарили моему ребенку второй день рождения. Ельдосу предстоит еще долгий период реабилитации. Сейчас он ощущает себя как после легкого удара. Но самое главное слово он уже произнес. Всего за месяц его состояние значительно улучшилось. Он не просто начал шевелить ручками и ножками. Не за горами тот день, когда он сможет свободно говорить. Я в этом даже не сомневаюсь. Тем более, всего пару дней назад он произнес свое первое, спустя шесть месяцев, слово «мама». К сожалению, главный врач больницы фото и видеосъемку маленького пациента запретил. А это фото нам передала мама мальчика, чтобы все смогли убедиться. У Ельдоса все хорошо.